Здравствуйте, жители Калмыкии и все, кто меня смотрит. В этом видео я хотел бы поднять тему, почему надо идти на голосование и почему нельзя байготировать. Для начала хочу объяснить, почему Дмитрий Топезников является мэром нашего города. Открываем Конституцию, главу 1, статью 1. Российская Федерация – это демократическое, федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Демократия – это власть народа, политический режим, в основе которого лежит коллективный метод принятия решений с равным воздействием участников на исход процесса. Есть разные виды демократии, в России же действует представительная демократия. Представительная демократия граждане осуществляют свое право через избранных ими депутатов и других должностных лиц путем делегирования им части собственных прав. При этом выбранные руководители принимают решения с учетом предпочтений руководимых и отвечают перед ними за свои действия. Формально в России это так. Статья 3.2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Статья 30. Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владения, пользования и распоряжения муниципальной собственности. Местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого или изъявления, через выборные и другие органы местного соуправления. Мы имеем 25 депутатов ИГС, которые избираются через процедуру выборов для функционирования органа местного соуправления ГОДД и Листа. Что туда входит? Самостоятельно управляет муниципальной собственностью, формирует, утверждает и исполняет местный бюджет, устанавливает местные налоги и сборы, осуществляет охрану общественного порядка, а также решает иные вопросы местного значения. Формально местное самоуправление независимо и никак не связано с органами региональной и федеральной власти. И может и должно вести свою политику, отталкиваясь от мнения граждан. По факту же у нас, как и везде в России, местное самоуправление всегда находится в подчинении, из-за того, что в депутаты попадают давно уже не представители народа. Конечно же, в первую очередь из-за нашего с вами попустительства и равнодушия к политической жизни и безответственного отношения к процедуре выборов. Как и только эти депутаты обслуживают интересы региональной, а те, в свою очередь, федеральной власти, а не граждан, в обмен на всякого рода возможности, открывающиеся перед ними. Что, собственно, и у нас и происходит. Депутаты практически все ставленники власти, так как при голосовании на должность главы администрации они выбрали человека, которого предложил глава РК, а тому, в свою очередь, федеральной власти. Иначе как можно объяснить то, что они совершенно не знали его до момента представления? Нормальный депутат ответственно подошел бы к этому вопросу и все разузнал об этом человеке, ведь ответ он должен держать перед горожанами. Когда оказалось, они купились на его корочке, 7 образований, по-моему, за 2 года он получил. Обещание привлечь инвестиции, построить аквапарки, заводы по производству угольных фильтров, умные остановки, ну, всякое такое. Что это? Детская наивность, профессиональная халатность принятия жизненно важных решений и отсутствие критического мышления, либо понимание того, что они протаскивают человека в угоду главы РК, а тот в угоду своих хозяев. Я думаю, скорее, второе. Все это привело к тому, что тот статус депутата упал ниже плинтуса, и никто туда не хочет идти, не замарав свою и заработав репутацию кивалы. Человека без своего мнения, прислужника власти. Если добропорядочные граждане не борются за эти места, депутатские мандаты захватывает власть для укрепления всей вертикали. Лишение городов любой свободы действия. Как итог, никакого развития, а лишь простое времяпрепровождение залетных личностей, типа как топезников. Применительно это и к региональной власти. Зайцев, Шварцман, Троицкий, Попов, новый замминистра, завоохранения Кикенова, Лазарев, о котором тоже известно ничего хорошего. Только как о человеке с сомнительной репутацией. Использующих полученные должности в Калмыкии, как трамплин для своей карьеры чиновника. С дальнейшим продолжением где-нибудь уже в более денежном регионе. У нас их, как правило, еле-еле на свою жизнь хватает. Приходится только на больших стройках и нацпроектах наживаться. Типа ледового катка, либо ремонт дороги с привлечением организаций из других регионов. Понятное дело, что никто особо не старается и явно не ляжет костьми, чтобы реально что-то изменить. Положение нашего региона в текущих условиях и системе. А именно это требуется от людей, кто занимает руководящие посты. Думаете, Трапезников будет целыми днями ломать голову, как бы ему решить проблему замены всех сетей, то и дело выходящих из строя каждый день. И каково потом ему смотреть в глаза жителям города, остающихся без воды на целые сутки в такую жару и период эпидемии. Думаете, он будет не спать и день и ночь, а пытаться построить стратегию выхода из кризиса города с минимальными потерями для его жителей, о которых он так горячо переживает, или председатель правительства Зайцев с министром экономики Троицким. Будет решать, на что же будут жить наши земляки. Ведь работы нет, денег нет, как и собственно, и желания что-то сделать. Но не способны они для этого сделать. Это совершенно посторонние люди, которые не понимают, не знают ни нас, ни то, как мы живем, жили или хотим жить. Максимум, на что они способны, это добросовестно отработать в рамках своих обязанностей и возможностей. Не разворовать бюджет, но этого мало для развития. Когда у них не получится, а у них точно не получится, они особо и переживать не будут. Ну что сделать, мы им никто, и у них нет сострадания к нашему народу. Никакой мотивации стараться изо всех сил. С максимальной отдачей приложить все усилия. Но сделать жизнь земляков лучше. Надо рвать жилы, работать днями и ночами на износ, иметь смелость требовать дополнительного финансирования от федеральной власти на социальную инфраструктуру, компенсации за все те годы Орловского упадка, на субсидии сельхозпроизводителям, малому и среднему бизнесу, на развитие туризма, на культуру, отдельного финансирования на возрождение и развитие родного языка. То, что сейчас творится, это убийство нашей культуры. Ноль рублей выделяется, все молчат, никто ничего не делает. А это надо делать прямо вот прямо сейчас. Промедление еще на несколько лет – это будет смерть всего и вся. В общем, сделать все то, что обещал Хасиков в своей предвыборной программе. Но, судя по всему, это так останется обещаниями. Сделать это в непонятном будущем, растянутом на десятилетия, в котором нас может и не быть. Но самое главное – это покончить с манипуляцией нами, освободиться от гнета федеральной власти, с ее политикой ставленников. В связи с этим я призываю всех интересоваться политикой, участвовать в общественной жизни, ходить на все выборы и тщательно относиться к своему голосу, от которого зависит многое. Почему я обязательно пойду на голосование по одобрению внесений поправок в Конституцию Российской Федерации? Это переломный момент для всей страны. Во-первых, они незаконны. Нам гарантировалась независимость судов и разделение государственной власти и местного самоуправления. Баланс всех трех ветвей власти – исполнительной, судебной и законодательной. Поправки все это меняют. Баланс нарушается тем, что усиливается роль и полномочия президента Российской Федерации. Уничтожается местное самоуправление, которое теперь встроено в новую систему публичной власти, полностью которую контролирует президент РФ. Уничтожается независимость судов, внедряется ручное управление над правительством РФ. Фактически президент РФ становится главой правительства, имеет власть над всеми судами и местным самоуправлением и наделяется неприкосновенностью, даже в случае истечения срока пребывания его в должности, либо досрочной отставки. Это нарушение статьи 10.12 Конституции РФ, где четко сказано, что государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны. В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. А изменения глав 1.2.9, куда входят эти статьи, принимаются только созывом Конституционного собрания. Конституционное собрание либо подтверждает неизменность Конституции Российской Федерации, либо разрабатывает проект новой Конституции Российской Федерации, которая принимается Конституционным собранием и двумя третями голосов от общего числа его членов, и выносится на всенародное голосование. При проведении всенародного голосования Конституция Российской Федерации считается принятой, если за нее проголосовало более половины избирателей, принявших участие в голосовании, при условии, что в нем приняло участие более половины избирателей всей страны. Получается, они, те, кто внес эти правки, те, кто проголосовал за их принятие, включая наш антинародный Урал, нарушили действующую Конституцию Российской Федерации, и можно говорить о незаконности данной процедуры. Если эти поправки пройдут одобрение на голосование, мы из демократической страны официально превратимся в авторитарную, а следом за ней в тоталитарную страну, где у власти полностью развязываются руки. Они и сейчас особо не стесняются, но у нас была последняя защита – это Конституция Российской Федерации. Она гарантировала нам, что какой бы человек ни пришел к власти, он не смог бы оставаться больше двух сроков подряд. Процедура его отрешения от власти усложняется. Также ему дается возможность после истечения его сроков пребывания в должности президента стать сенатором в Совете Федерации пожизненно и возможность назначить на него 30 человек, 7 из которых могут быть назначены пожизненно. Чтобы вы понимали, чтобы лишить неприкосновенности бывшего президента РФ по новым поправкам, нужно одобрение двумя третьями от общего числа депутатов Госдумы и того самого Совета Федерации, где пожизненным членом он может быть. И еще 30 человек им же назначены. Фактически, получается, что от него самого зависит, будет ли принято решение о его же решении неприкосновенности, либо нет. Для Калмыкии это точный билет на поезд в один конец. Отсутствие политической жизни и конкуренции, и соответственного права свободного выбора своего лидера, тотальнейшая коррупция и полное отсутствие профессионализма ставников власти, как следствие отрицательной селекции, которую применяет по отношению к нам федеральная власть, выражающейся в отсутствии своего курса развития нашей республики и вообще отсутствия как такового. Все это буквально поставило Калмыкию на колени. Россия может и выдержать правление Путина еще 16 лет. А вот мы следующего федерального засланца с барахтанием на дне социально-экономической ямы и наша республика как государственное образование не выдержим. Отдельно хочу обсудить тему бойкота этого голосования. Про то, что поправки приняты, процедура незаконна, все действия бессмысленны. Во-первых, поправки не приняты. Ну или приняты, без разницы. Как я уже упоминал выше, есть достаточно оснований считать эти поправки незаконными. Также образовалась правовая коллизия, обычное явление для текущего законодательства нашей страны. В законе о поправках в Конституцию, статья 3, пункт 5, четко написано, что изменения в Конституцию Российской Федерации, предусмотренные статьей 1 настоящего закона, считаются одобренными, если за них проголосовало более половины граждан Российской Федерации, принявших участие в общероссийском голосовании. Если за изменения в Конституцию Российской Федерации, предусмотренные статьей 1 настоящего закона, проголосовало менее половины граждан Российской Федерации, принявших участие в общероссийском голосовании, такие изменения не считаются одобренными. И статья 1 настоящего закона не вступает в силу. С другой стороны, статья 136 действующей Конституции РФ, где написано, что поправки главам 3.8 Конституции РФ принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона и вступают в силу после одобрения их органами законодательной власти, не менее чем 2 трети субъектов РФ, что уже собственно и произошло. Наш антинародный Урал приголосовал за принятие этих поправок. С этим у меня есть вопросы к действующим депутатам, то проголосовал за. Неинтересно, как они объяснят свою позицию, хотя, конечно, ситуация предельно ясна, что они исполняют волю власти, как и руководство нашей республики, включая нашего главу, который, мягко говоря, ярый фанат и сторонник президента РФ, и его политики. Они сами даже, наверное, не читали текст поправок, но мне интересно, как они будут изворачиваться, пытаясь оправдать себя. Также у меня вопросы к Сангаджи Тарбаеву. До этого я считал, что Сангаджи Тарбаев способный человек, который бы действительно мог принести пользу республике. После его участия в пропагандистском ролике у меня теперь очень большие сомнения, если не сказать, что все мое мнение о нем обнулилось. Весь заработанный годами авторитет он решил поставить на кон в угоду принятия этих поправок. Его выбор, по-моему, ошибочный. Получается вот такая ситуация. По действующей конституции незаконные поправки приняты. По еще не принятому закону о незаконных поправках еще нет. Ну, как-то так. Но проблема в том, что она лежит уже не в плоскости законности. Ведь мы все в России уже давно живем без законий. По факту существующий закон или даже конституция Российской Федерации либо не исполняется, либо меняется по щелчку пальцев. Так что ценность законов минимальна. Я говорю о том, что есть мы и они. Мы хотим, чтобы они ушли. Они делают все, чтобы остаться у власти. Значит, мы должны сделать все, чтобы они ушли. Ну, конечно, в рамках нормы и морали. Как будет все происходить, если вы не придете? Погонят военных, врачей, учителей, силовые структуры, муниципальных и госслужащих, которые попросят позвать с собой еще пять человек. Потом пропагандисты, купленные звезды шоу-бизнеса, работа которых оплачена из наших с вами денег, наплывают в уши незащищенным и легковнушаемым слоям населения, которых пока еще довольно много, то всех наших детей и сирот заберут геи и лесбиянки, что кошки и собаки заживут новой жизнью. Поверят, что от принятия поправки про то, что минимальный размер оплаты туда не может быть ниже прожиточного минимума и обязательная индексация пенсии действительно сделает их жизнь лучше. И не скажут, что размер прожиточного минимума и размер индексации пенсии устанавливается правительством, что совершенно не препятствует установить размер этих показателей. Ну, допустим, прожиточный минимум сделают тысячу рублей, а индексацию пенсии один процент в год. Мород тогда обязан быть не ниже тысячи рублей, а средняя пенсия в 12 тысяч рублей будет расти на 120 рублей в год. Мало, но власть же обещала выполнить эти обещания. А будет ли хватать этих денег на жизнь, в Конституции не сказано. Главное что-нибудь такое сказать, что поддержку пенсии народ стерпит. И всех этих действий хватит, чтобы обеспечить минимальную психологическую приемлемую для власти явку и процент проголосовавших за около 80. Жесткого порога явки нет. Голосование состоится при любой явке. Разговоры про то, что им нужна явка, поэтому давайте не придем, тоже ошибочны. Явка им нужна, но не всех подряд, а именно провластных избирателей. Протестным избирателям они насаждают идеи, что все сфальсифицируют, смысла нет. Давайте останемся дома, чтобы не было явки. Позиция «мы не будем ни в чем участвовать», потому что ничего не выйдет, ни на митинги выходить, ни в голосованиях и выборах участвовать, ни даже дискуссии вести считаем нецелесообразны. Знаете, есть такое понятие в психологии «синдром выученной беспомощности». Термин «синдром выученной беспомощности», означающий ситуацию, при которой индивид не предпринимает попыток к улучшению состояния, не пытается избежать негативных стимулов или получить позитивный, хотя имеет такую возможность. Появляется этот «синдром», как правило, после нескольких неудачных попыток воздействовать на негативные обстоятельства среды или избежать их, и характеризуется пассивностью, отказом от действия, нежеланием менять враждебную среду или избегать ее, даже когда появляются возможности. Зачем заранее сдаваться? Если ничего не попробуем сделать, то тогда да, точно ничего не выйдет. Да, у власти очень много способов сфальсифицировать результат голосования, и вероятнее всего, что они добьются этого. Но если мы не пойдем, власть совершенно честно откроет избирательные урны, где 85% голосов будет «за». И без всякого сопротивления мы будем жить в новой реальности авторитарного государства. Но если мы пойдем на голосование, и чем больше нас будет, тем сложнее нас обмануть, тем серьезно мы осложним их работу. Пусть они суетятся, подкидывают, фальсифицируют, это как искра, которая может разжечь еще большой костер. Гораздо легче сфальсифицировать голос «за», чем избавиться от голоса «против». Таким образом мы вставим палки в колеса этой власти. Нет никаких гарантий, что нам удастся переломить ход этого голосования. Наше мнение не будет учтено, но в целом наше бездействие, не бездействие, может стать отправной точкой для свержения устоявшегося мнения, что мой голос ничего не значит. За нас все уже решили. Мы уже дошли до такой ситуации, что никаких гарантий больше нет. Выразить свое несогласие с творящимся беззаконием – это долг осознанного гражданина, гражданина своей страны, человека, который обладает чувством собственного достоинства. Я не могу остаться в стороне, не могу бездействовать и считая своим долгом что-то предпринять. Бойкот – есть отказ от действия, но отказ от действия не есть борьба. Игнорируя голосование, вы делегируете свое право на выбор тем, кто придет голосовать. Можно сказать, вы смиряетесь с тем, что власть будет решать за вас, как вам жить. Игнор, как мы можем судить по прошествии лет, никогда не помогал. Из-за того, что каждый так думал, власть 20 лет принимала решения за наших родителей, за наш хавн и Рейджинер. И посмотрите, к чему это привело. С этим надо бороться. Ходите на митинги, боитесь в открытую, идите на избирательный участок. Голосуйте против. Боитесь этого, участвуйте в обсуждениях в интернете. Страшно и здесь, боритесь на своей кухне, обсуждая с родными и близкими. Давайте с сегодняшнего дня обсуждать это, в первую очередь с теми, кто в силу своей неосведомленности хочет идти голосовать за друзьям и родственникам, коллегам. Освещать по максимуму грядущее событие, которое станет еще одним, но большим шагом, но только не в светлое будущее, а в темное прошлое. Я хотел бы всех вас настроить на долгую борьбу, ведь 1 июля все не заканчивается. Согласитесь, это было бы слишком легко, если бы мы просто все проголосовали и все на этом закончилось. Но все настолько запущено, что теперь нужно приложить усилия. Но самое лучшее всегда достается тяжелее всего. И человек ценит лишь то, что досталось ему с трудом, а что пришло легко, с легкостью и уйдет. Это все может стать отправной точкой, толчком к созданию настоящего гражданского общества, к чему, собственно, стремится и движение это наш город. Нам нужно общество сознательных людей, которое сами выбирает свою судьбу, которому не плевать на настоящее и будущее себя и людей вокруг. Эта власть сама не уйдет. Да, риск велик, но без риска нет шанса на победу. Чтобы этот шанс появился, надо ввязаться в эту борьбу. Знаете, меня всегда воодушевляет в периоды сомнений. Наша история, как Айрат Калмыкии, никогда не сдавались просто так. Не говорили, что мы можем сделать и опускали руки. Они просто брали и атаковали превосходящего их несколько раз противника, казалось бы, без шансов на победу. Они смирялись с ситуацией. И надо признать, очень часто побеждали. Наша история полна таких моментов. Мне кажется, поэтому мы и выжили и имеем свое государство, Республику Калмыкии. Не все нации, количество которых во много раз больше, чем мы, имеют то, что имеем мы. Но сейчас мы на пороге того, что все, что заработали наши предки, мы можем растерять. А все из-за чего? Из-за страха, равнодушия, разрозненности. Мы больше не единое целое. В моменты объединения сила нашего народа увеличилась во сто крат. Обращаюсь ко всем гражданам Республики, но в первую очередь тем, кто считает себя аратом Калмыком. Хотите защитить себя и свою нацию, идите и проявляйте себя. Если вы хотите защитить нашу Республику, наш суверенитет, надо начинать именно сейчас. И именно с того, чтобы пойти и проголосовать против. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова